Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре линейка Махова худилищ от компании Колмик, называется Виртуоза. Хотел снять три модели, потому что их в Россию завозится три, шесть, семь, восемь метров, но вот семерку у нас, к сожалению, вчера забрали, купили, поэтому семерку я вам не покажу, но вот по шести и восьми, то что у меня сейчас, можно будет понять, что из себя представляет семерка в полном объеме. Значит, давайте начнем по уголечку. Здесь стоит, скорее всего, 30-36 тонн уголек. Моделька известная по большому счету, хотя почему-то отзывов о ней больших нет, там серьезных каких-то видео не снято, я вот, например, не встречал. Но, тем не менее, действительно, палочка от именитого бренда. И по качеству, я имею в виду, по надежности она действительно это подтверждает. Давайте тогда начнем открывать. Значит, это резиновая просто заглушка, тут такая, пробочка. Дальше колено обработаны. Стыки хорошо подлачены в стиле достаточно десятилетней давности, по большому счету. Хлыстик полый, непривитой, не спортивный, просто жесткий полый хлыст с посадочным диаметром коннектора 1,8 мм. Открываем ее сзади. Ну, здесь у нас металлическая пробка. С мягкой, таком, ну, с резиновым уплотнителем, для того, чтобы колена не бились при складывании. И вот здесь мы видим уже с этой стороны, именно в местах стыка, да, внутреннего стыка, здесь уже усиление есть. Для того, чтобы не истирался стык, да, но, как часто бывает у многих моделей, это усиление выходит иногда и на видимую часть колен. Поэтому с этой стороны мы вот видим это усиление, я вам не стал уж там показывать в самом начале, да, чтобы, соответственно, здесь уже это увидели. Все ровненько, подрезано, ну, как бы, никаких вопросов, как говорят, качества не возникает. По поводу рукояти, специальное резиновое покрытие здесь, то есть удочка абсолютно в руках не скользит. Я ими ловил один раз всего, ну, мне, в принципе, достаточно было, чтобы это понять, потому что удочки, ну, скажем, прямо нелегкие, да, нелегкие, но при этом универсальные. Вот. Ну, мне понравилось то, что действительно ты держишь и ощущаешь в руках серьезно, да. Ну, восьмерка уже тяжеловатость и по балансу там, ну, скажем так, проигрывает многим-многим удилищам, которые есть на рынке. Но, тем не менее, кто хочет иметь у себя в арсенале колмик, действительно именитую фирму, и палочку-неподелка, действительно, вот этой компании, универсальную, жесткую, мощную, пожалуйста. Значит, давайте транспортную длину померяем. У обоих транспортная длина 122, диаметр комля в месте хвата у шестерки 25, у восьмерки 30. Ну, сами понимаете, показатели такие серьезные очень, да. Но, тем не менее, продолжаем. Вес шестерки 304 грамма, это слишком много для современного удилища. И 479 грамм вес восьмерки. Это очень много для современного удилищ. Но, если вы ловите, допустим, с берега, с рогаток, стоек, да, с подставок, как угодно, пожалуйста, никаких вопросов, тогда вы используете тот плюс, и он единственный, в общем-то, в этой удочке, ее универсальность и надежность. Да, вы поставили там какой-то карпик, у вас или карас мощный подсел, вы его выдернули на берег, без всяких мыслей о том, что улочка у вас сложится. Давайте тогда разбираем ее и смотрим строй. Так, разложили мы две наших палочки виртуоза. Сразу скажу реальную, фактическую, то бишь, длину, а не заявленную. У шестерки 586 сантиметров, у шестерки, у восьмерки 782. Ну, берем шестерку у руки. Строй мне нравится, то есть относительно приемлемый строй. Жесткая палочка, быстренькая, вот, но, естественно, тяжеловато. Баланс за счет диаметра колен, он все-таки смещен ближе к омлю, поэтому держать ее, в принципе, ну, я не могу сказать, что прям совсем тяжко. Нет, для шестерки это приемлемо абсолютно. То есть палочка силовая, приемлемая. Ну, давайте нагружаем. Вот, смотрите, на камеру показываю. Ну, такой прогиб. Да, средне-быстрый строй у нее. Ну, и мощная силовая палка. Кого ловить, крупную рыбу. Ну, и, в принципе, за счет строя можно от плотвички тоже получить удовольствие от шестерки. Так, берем восьмерку. Так, ну, видите, да, как она клюет носом. Ну, вот, восьмерка для меня уже очень тяжела. С плохим балансом, с толстым комлем. Вот, для кого она может подойти, то есть виртуоза, да, конкретная модель. Это боковой кивок. То есть что шестерка, что семерка, которой здесь нет, говорит, что восьмерка, она подходит под боковой кивок, в отличие от новой модели, от колмика, которая Shield RX называется. Ну, давайте нагрузим. Для поплавка я бы все-таки восьмерку уже не брал бы. А вот Shield, например, у которых тоже есть обзор у меня, ну, вот его как раз наоборот для поплавка. Значит, смотрим. Вот руки показываю. Нагружаем. Да, да, неплохо она амортизирует. И вот, смотрите, я вот имитирую, в общем-то, посмотрите, вот насколько это возможно, на белые наши трубы светлые. Вот я имитирую, в общем-то, игру. Ну, видите, вот такую вот чуть большую амплитуду даю. Специально, чтобы хоть как-то... Достаточно быстро. То есть мгновенно встает хлыст на место. То есть играть ей удобно. Плюс еще очень лежит здорово рука на комле. Да, и именно за счет покрытия такого резинового комля. То есть для тех, кто любит боковой кивок, пожалуйста, присмотритесь. Друзья мои, ну вот посмотрели. По чехлу вот такой простейший черный чехольчик. Слегка со странной надписью Виртуоза, которая смещена почему-то в сторону. То есть такое ощущение, что какой-то там из южных республик товарищ просто кисточкой вымерял, выписывал вот эти буквы. Но из позитивного. На все удилища Колмик у нас бесплатные запчасти. Вы искали где-то бесплатные запчасти, просто не могли найти. А тут у нас бесплатные запчасти. То есть до двух штук в год в период проведения акции мы предоставляем всем нашим покупателям. Уже предоставляли на спиннинге, махи, баллонки, на корповики, Мейджор Крафт, Графит Лидер, Зетрикс, Лаки Джон, на Фидера, Сальма, Фидер Концепт, Удилища, Махова и все остальное этих фирм. То есть посмотрите, кто что там думает. Кто-то мне там писал, что я не верю, что вы даете. Я говорю, вы купите, сломайте, придите, мы вам дадим. Поэтому, скажем так, кто не верит, читайте отзывы к роликам на Ютюбе в этом канале, где вы смотрите. Все ролики есть. Я свои обзоры о бесплатной раздаче запасных частей всегда выставляю в открытое обозрение. Люди пишут, кто что не получил, так же может писать. Но ни одного поста о том, что кто-то что-то не получил, нет. Потому что мы всем предоставляем, как и обещаем. Единственное, я всегда даю 5-10% из 100% на то, что если вдруг это старая модель, как, например, та же Виртуоз, у нас просто нет запчастей на них. И уже они не производятся. И мы их не успели запастись. И взять с тех заводов, где я знаю, где это все работает, делается, я тоже не могу. Поэтому в этой ситуации мы сможем только предложить бесплатный ремонт. Но и то, как вы сами понимаете, это в огромный плюс. В общем, бесплатно отремонтировать удочку, которая давным-давно снята с производства, вышла там из моды и физически устарела там, да, и так далее. Поэтому это первый момент. Второй момент. На все удилища мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак. То есть хоть 10 лет прошло, если бы выявился заводской брак вашей удочки после покупки у нас. Мы ее либо меняем, либо меняем колено, либо возвращаем деньги как угодно. Мы гарантируем, что вы будете подстрахованы в этом отношении. И третий момент. Это ремонт. Тоже с бессрочной гарантией на место ремонта. Для некоторых людей, для наших постоянных клиентов, этот ремонт может быть бесплатный. Потому что буквально вот вчера я посмотрел, двое людей пришло, двое покупателей, которые наши постоянные принесли спиннинги, которые где-то, по-моему, 8-7 лет, где-то они в другом месте покупали. И говорят, что дайте нам запчасть. Мы им отказали в запчасти, потому что не у нас они это покупали. И там, в частности, Nord Stream, по-моему, и этот Серебряный ручей. И у нас нет этих запчастей, мы ими не занимаемся. Поэтому мы им предложили, так как пошли навстречу, это наши покупатели постоянные, они приверженцы, преданы нашему магазину. Мы им просто сделали бесплатный ремонт на эти спиннинги, один спиннинг, а другой спиннинг мы нашли подходящий клы-хлыст от другой модели, совсем от другой фирмы, от Zetrix. И, соответственно, отдали ему этот хлыстик, они довольно ушли. Поэтому, скажем так, когда к нам по-хорошему, да, то мы идем всячески навстречу нашим покупателям, как только это возможно. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал, Telegram-канал и ВКонтакте. На Telegram-канале отвечаю только я 24 на 7, всегда всем, только я там присутствую. На всех остальных ответы могут мои сотрудники отвечать, да, за меня. Поэтому, если хотите непосредственно связь со мной, постоянную 24 на 7, как я повторюсь, да, то это Telegram-канал, ссылки в описании под видео. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал, то же самое. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok